Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу журналист-международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор Александрович, здравствуйте. Добрый день. Телефон у прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Также звоните и задавайте вопросы нашему гостю. Вы также являетесь директором по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба «Валдай». И многие иностранные эксперты, как известно, приезжают на этот международный форум. Их участие в этом форуме рассматривается или не рассматривается как поддержка России, как благосклонное отношение к России? То, что они приезжают к вам? Ну, кем-то рассматривается. Но это абсолютно не является, во-первых, задачей форума. Во-вторых, реальность. Потому что если посмотреть на состав, то там довольно много людей, занимающих, ну, мягко скажем, критическую позицию отношения России. Особенно это касается западных участников. Поэтому вот этот вот стереотип, что якобы «Валдай» — это некая площадка, где воспевают Путина, он просто неправильный. Это другая задача и другая аудитория. На ваш взгляд, насколько сильны сегодня стереотипы в отношении России, в том числе в экспертном сообществе на Западе? Сильны — это не то слово. Они фактически заместили реальность в значительной степени. Ну, я не буду, конечно, обобщать полностью. Есть очень серьезные специалисты в разных странах, которые глубоко занимаются и аналитически, академически подходят. Но это, к сожалению, сейчас скорее меньшинство. Поляризация и идеологизация очень глубоко проникла, в том числе и в научную экспертизу. Это касается не только Запада в отношении России, но и наоборот. В данном случае мы зеркальны. Но я бы сказал, что на данный момент на Западе ситуация хуже. И многие из центров или каких-то аналитических структур, которые раньше, вне зависимости от того, какую позицию они занимали, положительную, негативную, но занимались серьезным анализом, сейчас они в значительной степени обслуживают какие-то общественные настроения или их формируют. Ну вот в прошлом году на форуме Валдай вывели встречу с президентом Владимиром Путиным, президентом России. Как вы оцениваете его слова об ответе на ядерный удар? Я процитирую. Он сказал, они сдохнут тому, как мученики, попадем в рай. Ну мы Владимир Владимирович Путина знаем довольно давно, 20 лет уже. Его довольно своеобразное чувство юмора хорошо известно. Ну вот он его проявил в очередной раз. Я бы не сказал, что очень удачно, но тем не менее, пошутил. Это шутка говорящая, и она, конечно, показывает ту атмосферу, которая царит в мире, но воспринимать это с звериной серьезностью я бы, конечно, не стал. Можно ли в этом смысле юмор Путина сравнить с юмором Хрущева, потому что вспоминают его знаменитую фразу про Кузькину мать? Нет, потому что юмор Хрущева был не юмором. Хрущев просто так высказывался. И про Кузькину мать, и про мы вас похороним. Это была форма изложения мыслей. А Путин в данном случае все-таки скорее шутит. Не надо буквально воспринимать. Когда Хрущев говорил про Кузькину мать, он имел в виду Кузькину мать. Другой вопрос, что Кузькину мать все по-разному понимают, но Хрущев в своем понимании это имел в виду. Путин про то, что все сдохнут там и в рай, все-таки в прямую в виду не имеет. Но эта шутка, она адресная? То есть она направлена все-таки западным партнером, как говорит президент России? Или это для внутреннего пользования? А сейчас нет внешнего или внутреннего пользования. Разве не заметили? Грань стерлась. Где тут? Это бессмысленно пытаться определить. Ну вот не так давно вышла статья Владислава Суркова, в которой говорится о том, что Путин это надолго и что в России с покон веков существует такой глубинный народ. Эта статья вызвала очень большую критику и одобрение. Действительно была и критика и одобрение, но довольно резонансная она была так или иначе. Как вы ее восприняли? Во-первых, он не пишет о том, что Путин это надолго в физическом смысле. Он пишет о том, что модель, которую заложил Путин или которую воссоздал Путин, вот она надолго, потому что в России есть, так сказать, глубинные народы, глубинные структуры, которые определяют все остальное. Я, Владислав Юрьевич, немножко знаю. Человек невероятно яркий, интеллектуально одаренный и креативный. Вот я так и воспринял эту статью. Ну вот есть такая версия, что Сурков, как опытный такой человек, хотел этой статьей, скажем так, угодить, может быть, начальству и обеспечить себе место в 2024 году. Как вы оцениваете эту версию? Это бред, потому что вы сообщили, что Сурков немножко другого калибра человек, чтобы таким вот, значит, миленьким вилянием хвоста напоминать о себе. Он вот этот этап давно прошел. Была у него какая-то задача или нет, я не знаю, понятия не имею. Я думаю, что конкретной задачи никакой не было. Сурков иногда что-то у него накопится, и он хочет это изложить. А целенаправленного, так сказать, подхалимажа, думаю, что еще раз ему это просто давно не нужно. Ну как раз здесь в 2024 году истечет президентский срок. На ваш взгляд, чего стоит ожидать? Будут ли какие-то перемены? Если можно, конечно, заглядывать так далеко сегодня. Далеко заглядывать довольно трудно. Это касается не только 2024 года и России, но и 2020 года и Америки, и 2019 года Европарламента и так далее. Перемены, безусловно, будут. Это абсолютно очевидно, что они могут быть в 2024 году, они могут быть раньше. Потому что та модель развития России, которая, в общем, сформировалась в начале 21 века, с приходом Путина, она проходила разные стадии. Она была временами весьма эффективна и, может быть, даже безальтернативна. Она давала сбои в другие периоды. Когда-то она выправлялась, когда-то нет. Очень сильно менялась внешняя обстановка. Как бы то ни было, при всех ее плюсах и минусах, эта модель себя постепенно исчерпывает. Потому что, во-первых, радикально изменилась международная среда. Просто радикально по сравнению с тем, что было даже еще 7 лет назад. Во-вторых, ну, конечно, эта система очень сильно персонифицирована. Она связана с конкретным человеком. Этот человек, на мой взгляд, становиться Робертом Мугаба не хочет. И сидеть до тех пор, пока ему не исполнится 90-е, сколько там было Мугаба, 3. То есть он действительно будет уходить. А это означает, что система, конечно, изменится. Ну, вот в одном из интервью в начале прошлого года вы заявили, я вас процитирую, сама идея по поводу изоляции России, она нежизнеспособна и не имеет никакого отношения к реальности. Но вот в контексте обращения к Федеральному собранию президента, где он говорил о возможном суверенном интернете, по-прежнему считаете, что изоляция России нежизнеспособна и невозможна? Значит, я говорил о... То, что вы цитируете, я говорил об изоляции России извне. Это невозможно. И практика, скажем, 2014-2015 года, она это показала. Россию можно ограничить, можно довольно болезненно, так сказать, ударить санкциями. И надо признать, что удар до сих пор был не самый радикальный. То есть если в какой-то момент администрация США захочет задействовать весь свой потенциал, то это будут значительно более серьезные меры, которые сильно ударят. Но даже в их случае невозможно изолировать, то есть вывести из международного оборота страну, которая совокупно обладает таким потенциалом. Экономически, да, Россия, конечно, отнюдь не великая держава, к сожалению. Но экономикой все не исчерпывается. Местоположение, территория, ресурсы, военный потенциал, дипломатия, политический вес, все это в совокупности дает такой аккумулированный потенциал, что его никак невозможно игнорировать. Ну никак, хоть и трясни. Это, во-первых. Во-вторых, изоляция России, если она и предпринимается, такие попытки, они делаются с Запада. Ни у кого на Востоке идеи изолировать Россию нету. И не будет никогда. Тогда у них совершенно другая просто повестка дня. Поэтому даже если представить себе успешную изоляцию из Запада, во что я тоже не верю, но даже если, это все равно не изоляция, это некоторое ограничение. Что касается суверенного интернета и всего остального, здесь я небольшой специалист в этой сфере, но, насколько я знаю от специалистов и пытаюсь понять на уровне здравого смысла, есть истеричные вопли и заполошное кликушество тех, кто, значит, все излагает штампами, а есть реальность, которая просто такова, что даже при желании сделать это суверенный интернет в России, это не получится технически. Я думаю, что ничего и не будет такого. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору, пишите по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Политолог, журналист Федор Лукьянов у нас сегодня на прямой связи. Участвуйте в нашем разговоре. Вы как-то заявили, что то, как в России встретили победу Дональда Трампа на президентских выборах, это свидетельство глубокой провинциальности. Могли бы вы пояснить, что для вас является этой провинциальностью и насколько для России это вообще распространенное явление? Я имел в виду конкретно аплодисменты, которые раздались в Государственной Думе при известии о избрании Трампа. Провинциальность – это когда ты себя чувствуешь зависимым от кого-то еще и, соответственно, реагируешь на чужие события, как на важные для тебя. Вот это и случилось. У нас, к сожалению, эта провинциальность вносит очень определенный характер. Это не феномен сегодняшнего дня. Это укоренено в наших последних, не знаю, как минимум 300 годах истории. Такой болезненный западоцентризм. Европа, а потом западоцентризм, который шарахается из одной страны в другую. Из оголтелого антизападничества к попыткам в засос в этот Запад винтиться. И уж точно убеждение, такое внутреннее ментальное убеждение, что все самое главное происходит там и в особенности в Америке. Вот это, собственно, и проявилось. Эта провинциальность нам присуща. Я бы сказал, может, и столько провинциальности, сколько несамодостаточность. Это надо изживать сейчас еще больше, чем раньше, потому что это совсем не соответствует современному миру. В современном мире западоцентризм не имеет смысла, потому что Запад перестал быть центром. Центров становится много, и наиболее растущий центр – это не Запад, это Восток. Вот как этому… Да, и российская проблема сугубо психологическая. Она в головах, она не в чем-то другом. Вот с ней что-то надо делать. Это, боже упаси, я не призываю к борьбе с Западом. Просто Запад надо поставить на то место, которое он сейчас в мировой палитре занимает. То есть одна из важных, но далеко не единственной частей мира. Да, у нас есть звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Вот у меня будет вопрос, но сначала я вам хочу сказать, что Путин же он очень образованный человек и знает историю, знает исторические личности, исторических личностей и их высказывания. Так вот это он вернул в тему там на встрече высказывания, не знаю, Бенджамин или нет, наверное, он сказал, русские будут мучениками, а мы сдохнем, не успев причаститься. А вот Путин так вернул эту фразу, вы поищите, потом узнаете, да? А теперь у меня вот гостью к вашему просьбу. Да, пожалуйста. Пусть он передаст Путину, чтобы он дал нам двойное гражданство, да? Вот всем, кто желает, потомкам подданных Российской империи, потому что, например, мой дедушка служил в кремлевской кавалерии при царе Николае II, да? И там, ну, такие у вас имеют двойное гражданство, вот как Лелось. Да, мы поняли ваш вопрос, спасибо вам. Да, просьбу. Что касается образованности Путина, я не имел возможности глубоко в это вникать, но я соглашусь с тем, что Путин человек, я бы сказал иначе, он человек культурный. И я неоднократно за эти годы обращал внимание, что у него в высказывании вдруг проскальзывают какие-то такие аллюзии, которые явно совершенно показывают его знакомство с литературой, с поэзией. И это правда. Не знаю, насколько в данном случае у кого цитировал, но может быть. А что касается просьбы, ну, может быть, у наших слушателей создалось превратное впечатление. Я не то, чтобы к Путину каждый день кажу на прием, поэтому не знаю, когда в следующий раз предоставится случай. Ну, передам. Ну, думаю, что правительство Латвийской Республики, конечно, очень будет рада такому решению, в кавычках. Но я передам, прошу. Да, спасибо. И сейчас звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Слышу вас. У меня такой вопрос. Вот ваш гость, наверное, в Москве живет. Да, из Москвы. У них все хорошо там в Москве. Как он оценивает обстановку во всей России? И почему такое отношение с отечественниками, 30 миллионов, которых вы оставили? И вы про них вообще забыли? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы сказали, экономика была эффективной. Она никогда не была эффективной. Она была сырьевой и офшорно-олигархической. А вы говорите, эффективной. И третий вопрос. Какой вопрос у вас? Третий вопрос. Значит, недавно выступал в Госдуме господин Орешкин, министр экономического развития. Так его попросили оттуда удалиться. Потому что он не мог ответить мне на один вопрос. Он является фаворитом Путина. Вот у меня появляется вопрос. И к вам тоже вопрос. Какой президент, такой и министр. Что вы думаете? Спасибо. Я не знаю, что услышал у нас, уважаемый слушатель. Я ни слова не скалкиваю эффективную экономику. Просто вот ни слова. Из чего вы мне это говорите? Я не экономист. Как обыватель я могу высказать гипотезу, что экономика у нас, конечно, неэффективная. Она не была эффективной, скажем так, до Путина. Она не была эффективной при советской власти. И, увы, она не остается неэффективной сегодня. Это одна из крупнейших проблем России. Потому что в современном мире значимость экономического фактора безусловно нарастает. И нельзя компенсировать экономическую слабость и неразвитость всякого рода другими факторами, как вооружение, ядерное оружие, дипломатия и так далее. До какой-то степени можно, но в принципе нет. Что касается того, что в Москве все хорошо, а в России нет. Ну и в Москве не все идеально, естественно, это не рай на земле. Но, безусловно, Москва занимает особое положение. Россия живет крайне неравномерно. В России есть такие острова, анклавы развития и успеха. Есть совершенно депрессивные территории. Но так было всегда. В русской истории и в советской истории никогда не было ситуации равного развития. Тут, наверное, проблема, связанная с масштабом территории, сложностью климата и так далее. Я уж, ну, все остальное, типа того, что там бесхозяйственность и разгильдяйство, это я не беру. Это национальная черта. Что касается соотечественников, я считаю, что, конечно, то, что случилось в 1991 году, было тяжелейшей катастрофой. И поведение России в той ситуации было глубоко аморальным в отношении соотечественников. Я не склонен, значит, метать молнии в кого-то, потому что легко критиковать со стороны. Если вспомнить, в каком состоянии была Россия в тот момент, в общем, понятно, что с задним умом быть гораздо легче дальновидным, чем когда тебе приходится решать вопросы выживания государства как такового. Это не оправдывает того, кто там был, но это, во всяком случае, надо учитывать. Что касается сегодняшней ситуации, то это очень тонкий момент. И как вообще выстраивать отношения с диаспорой, с соотечественниками, с теми русскими, которые оказались за пределами России после распада, ни коим образом этого не желая. Сейчас это намного сложнее, чем было когда-то. Когда-то, наверное, можно было принять какие-то фундаментальные решения в отношении этих людей. Сегодня, как я могу предположить, соотечественники представляют собой крайне неоднородную среду. И разным людям нужно разное. Как показал украинский пример 2014 года, некоторые в России полагали, что соотечественники, ну, скажем так, русскоязычные или русско-культурное население Украины в едином порыве выйдет, так сказать, приветствовать приходящий русский мир. Но этого не случилось. Кто-то да, кто-то нет. Поэтому у меня нет рецептов. Я думаю, что это один из самых сложных вопросов. И боюсь, что он не то, что не закрыт, а он еще не раз о себе напомнит. И России придется принимать крайне болезненные решения в этой связи. Ну вот отношения между русским народом и украинским, то, что сейчас происходит, вы в одном из интервью как раз назвали болезненным отрывом по живому. На ваш взгляд, отношения украинцев и русских, они достигли какой-то точки невозврата? Я не знаю. Это вопрос философский. И здесь очень трудно чего-то измерить. Что значит точка невозврата? Если посмотреть на историю взаимоотношений разных народов на территории бывшей Российской империи, бывшего Советского Союза, то там можно найти много точек, которые, казалось бы, были абсолютным невозвратом, а потом проходили годы, десятилетия, а то и столетия, и невозврат оказывался вполне возвратным. Я думаю, что то, что сейчас происходит, ну, во-первых, это чудовищная трагедия, потому что весь этот процесс, на мой взгляд, никому из участников, ни с российской, ни с украинской стороны, ничего хорошего не несет. То есть процесс строительства украинской государственности, на принципе, максимальной дистанцированности и любой ценой отрыва от России, культурной ценой, экономической ценой, политической, гуманитарной, как угодно, это путь, скорее всего, не только очень жестокий, но еще и, по-моему, тупиковый. Потому что отрывать-то можно, а куда приклеивать, непонятно. Потому что если бы Украина этим занялась на 15-20 лет раньше, то тогда хоть было ясно, куда стремиться. Сейчас стремиться уже некуда, потому что та европейская интеграция, европейская модель, которая была, ее уже скоро не будет, она будет находиться совсем другой, и туда уже, по-моему, никого звать не будут из тех стран, которые туда стремятся. Для России это ужасная трагедия тоже, потому что идея русского мира, которая сама по себе вполне легитимна, то есть некое сообщество культурно-исторически близкое, она в результате украинских событий потерпела, если не полный провал, то нанесен тяжелейший удар, и результат достигнут противоположный. Но говорить о точке невозврата я бы все-таки не стал. Точно, что Украина, конечно, сейчас по своей идентичности гораздо более оторвана от России, чем это было до этих событий. Все-таки силовые меры по формированию национального самосознания были приняты объединенными усилиями. С другой стороны, глядя на политическую жизнь Украины, то это, извините за некорректное выражение, это труха, которая все равно падет. Посмотрите на эту избирательную кампанию, на этих политиков, это не может долго продолжаться. Либо появится новое поколение гораздо более здоровых ментальных и моральных людей, либо вот этот вот процесс, не ведущий никуда, будет продолжаться. У России в отношении Украины, как мне кажется, сейчас никакого целеполагания нет. И это тоже очень печально, потому что мы скорее плывем по течению. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Анатолий. Да, Анатолий. Значит, первый вопрос. Первый вопрос. Почему Россия бросила нас на произвол судьбы и никаким образом не защищает? Меня лично не надо защищать. Надо хотя бы слово сказать, почему закрываются российские каналы постоянно, беспричинно, без всякой никакой реакции. Второе. Раньше был посол России в Латвии, Вишняков. Его было слышно, он защищал. Сейчас я даже не знаю, не слышно и не видно. Современный посол голову спрятал в песок и сидит и ни слова не говорит. Зачем такого посла Лавров прислал? Да, спасибо. Кстати, посол ваш однофамилец Лукьянов у нас. Евгений. Да, ну, я ничего не могу сказать по деятельности посольства. Я, честно сказать, не очень следил за ним. Тут ситуация, к сожалению, не только в отношении Латвии, но и в целом она очень многозначная, потому что от заявлений мало что меняется. Если говорить о том, что прежний посол заявлял, а этот не заявляет. Работа посла, она многогранная, конечно. Есть и публичный, и не публичный компонент, но публичный компонент как самоцель тоже не является эффективным зачастую. В целом, если говорить о чему бросили, ну, опять же, я ни коим образом не поддерживаю эту политику. Даже не политику, а ту философию, которая возобладала после конца Советского Союза. Россия не должна была настолько махать рукой на тех своих сограждан, которые, опять же, вопреки собственному желанию, оказались в равнине. Но распад Советского Союза был гигантской катастрофой, о чем говорил Путин совершенно справедливо. И последствия у нее с неизбежностью очень долговременные и весьма тяжелые. В какой степени современная Россия понимает и имеет линию, вот как и кого надо защищать, я не знаю. И я бы на месте тех, кому эту линию надо вырабатывать, я им не завидую. Потому что это очень сложно, надо учитывать огромное количество факторов. Что касается ответственности за предыдущий период, ну, опять же, задним числом критиковать легко. Поставить себя на место тех, кто унаследовал то, что было, скажем, в 92-м году, ну, там, конечно, был вопрос, а чем заниматься, снабжением там, питанием своих граждан или заботой о том, что происходит в соседних новых государствах. Опять же, это не воправдание, просто надо все стоять в исторический контексте. Да, еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу по поводу преемника. Путину там пять лет осталось, значит, вы говорите, он уходит. Спрогнозируйте, есть ли такие люди и как вы оцениваете шансы стать президентом России господина Кириенко, который сейчас является, занимает то место, которое раньше занимал Путин при Ельцине, прежде чем стал президентом России. Только Путин там премьер-министром стал, но я думаю, что у Кириенко похожий может быть Путин. И он, собственно говоря, сам в своей биографии говорил, что он не против стать президентом России. Правда, он рассчитывал в 2018 год. Вот какие, какое ваше мнение как политолога? Да, спасибо вам. Ну, я вообще занимаюсь международными отношениями, поэтому гадать на кофейной гуще по поводу тех или иных наших кандидатов это совершенно не моя стезя. Значит, я абсолютно убежден, что нету ни малейших пока реалистичных сценариев и схем. Тут дело же не только в том, кто будет после Путина, а как будет организована государственная власть в переходный период и в период после. Потому что сила объективных обстоятельств нынешней модели очень плотно привязана к личности конкретного человека. Это не хорошо и не плохо, это просто так сложилось. Поэтому просто взять, вынуть из системы, из ячейки этого и вставить другого не получится. Нужна какая-то осмысленная перестройка или коррекция моделей, а уже потом продвижение верного и правильного преемника. Значит, каким будет этот преемник, понятия не имею, никто не имеет. Я думаю, что включает даже того человека, который будет принимать решение. Относительно Кириенко ничего не знаю, чисто мое субъективное мнение, никогда в жизни это не произойдет. Насколько, на ваш взгляд, западные страны могут повлиять на ситуацию в России? Нередко можно услышать о том, что Алексей Навальный пользуется поддержкой Запада и, в общем-то, на него делают определенную ставку. Но вот, как вы оцениваете эти сценарии? Сценарий оранжевой революции в России или может быть мягкой смены власти? Насколько это может быть эффективно? Значит, эпоха оранжевых революций закончилась. не применительно к России, а вообще. Оранжевая революция это очень определенный тип политических процессов. Можно привести пример Венесуэлы вот сейчас, когда многие говорят, что это новое подобие оранжевой революции, цветной революции. Ну, даже если считать так, то мы видим удивительную дисфункцию этой схемы. Потому что, когда это такое было, извините, чтобы Соединенные Штаты официально признавали какого-то человека законным лидером, а, соответственно, лидера незаконным, и после этого проходит полтора или два месяца, и ничего не произошло. Так не бывало. Если уж решили, как это. Если я что-то решил, то выпью обязательно. Поэтому явно наблюдается неспособность реализовать эту схему, потому что мир изменился. Мир изменился. И вот то, что было в 20 веке или еще даже 15 лет назад, оно не работает. Применительно к России это едва ли могло сработать и тогда, а сейчас тем более. Мне кажется, что, конечно, внешние влияния будут, и они неизбежны, поскольку сейчас переплетение внешнего и внутреннего совершенно неразрывно. но все будет определяться внутренней динамикой. Касательно персонально господина Навального, на мой взгляд, это не на ту тему, это не на тему власти. Совершенно другая какая-то технология, наверное, довольно важная и яркая, хотя на данный момент, по-моему, уже начинает она как-то немножко увядать. Но, безусловно, будет подъем в России того, что сейчас происходит в Европе и в США, так называемый популизм. А если по-другому назвать, то подъем тех сил, которые позиционируют себя как настоящие защитники народа против индифферентности и безразличия элиты. Вот это, на мой взгляд, неизбежно в России, потому что мы такая же часть международных тенденций, как и все остальное. Но как это будет, какие формы ты будешь иметь, левые, правые, скорее, на мой взгляд, левые, но это мы все увидим, я думаю, в ближайшие годы. Вот в 2016 году в интервью вы сказали, наши отношения с Соединенными Штатами за прошедшие годы зашли в такой глубокий тупик. Это в 2016 году, я еще раз подчеркну, из-за непонимания и раздражения. Я надеюсь, что приход Трампа это не смена парадигмы, но новая эпоха в мире. И это, конечно, все меняет и может быть, как минимум, произошла ли та самая разрядка и отношения, если тогда были в глубоком тупике, то как сейчас? Ну, это интересная метафорика, знаете, рассуждать. Если мы три года назад были в глубоком тупике, сейчас мы ушли еще глубже, что это такое есть, где мы сейчас находимся. Ну, не будем вдаваться в эти всякие красивые формулировки. Трамп, да, изменил мир, безусловно. Вернее, не Трамп изменил мир, Трамп стал симптомом изменения мира, таким катализатором, что ли, потому что Трамп не причина происходящего, а продукт. Но, безусловно, вместе с ним пришла абсолютно другая философия, международная. Трамп ее, может быть, даже сам не осознает, но он ее очень последовательно реализует. Это действительно демонтаж того либерального порядка, который был создан после Холодной войны. Что касается России, ну, да, был шанс на то, что вот этот новый взгляд американского лидера на мир, который с Трампом пришел, он каким-то образом сможет сдвинуть с мертвой точки отношения с Россией, потому что они зашли в тупик из-за бесплодности самой модели. Это уже было ясно к середине этого десятилетия, а может быть, даже раньше. Но этого не произошло, потому что, во-первых, Трампу Россия в общем безразлична. Это абсолютно не его приоритет, он не готов идти ни на какие серьезные действия ради этого. Плюс так уж сложилось, так получилось по целому ряду причин, что именно Россия оказалась главной темой внутриполитической острейшей борьбы США. И это убило все возможные перспективы, которых сейчас просто нет. Ну вот выход США и России из договора о ракетах малой и средней дальности. Я понимаю, что вы не эксперт по вопросам мировой безопасности, но на ваш взгляд, что сегодня может быть гарантом того, что войны не будет? Гарантом того, что войны не будет, большой войны, я думаю, вы имеете в виду, мировой, является наличие ядерного оружия у двух крупнейших стран и еще целого ряда других, включая Китай там и так далее. Вот это и является гарантией войны, не договоры РСМД или договоры СНВ. Конечно, исчезновение системы договоров, оно повышает уровень неопределенности, но договоры эти закончились не потому, что Россия или Америка что-то нарушили, а это повод, который использован, а потому, что сама модель себе исчерпала. Мир не такой, и то, что придумали для 60-70-х годов, сейчас уже не работает. Будет ли новая модель, какая она будет, не знаю. Конечно, общая обстановка будет гораздо более нервозной. Но говорить о том, что мы сделали шаг вперед к ядерному Армагеддону, я бы поистерегся, это журналистская метафора не более того. В Латвии, как известно, расположены сейчас дислоцированы ограниченные контингенты войск США и Канады. Насколько это усложняет ситуацию, учитывая, что Латвия погранична с Россией страна, но также в Литве, Эстонии и Польше. Есть ли вот в этом какой-то такой тревожный симптом? С военной точки зрения, как мне представляется, это вообще ничего не меняет. Если, не дай бог, возникнет военная ситуация, то вот эти контингенты ни холодно, ни жарко никому. Но поскольку я не думаю, что это вообще когда-нибудь возникнет, это психологический раздражитель, это подливание постоянного керосина в эту самую шарманку по поводу противостояния России и НАТО, которая больше традиционная, чем такая содержательная. Но по существу, конечно, вопросы мировой безопасности не там решаются. Ну что ж, на этом мы закончим сегодня нашу программу. Федор Лукьянов, политолог, журналист был сегодня с нами на прямой связи. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в эфир программы. Спасибо вам. Абонент доступен. Всего доброго. Всего доброго. Валерия Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания.